Привет! Я вернулся и врываемся в летний сезон видосов веселеньким свежачком. Я говорил вам, что устал от разборов. Я ошибался. Темп наш на сегодня 199 ударов в минуту. По современным меркам это даже как-то медленно и выбираем инструмент Nehus, в моем случае Nehus 3, но в Nehus 2 он тоже есть. Пианинка, естественно, баллад Grand Piano, убираемое ханоном не нужно. И мы могли бы все это мышкой натыкать, но выбираем Tools, Dump Score Lock, Last Two Minutes. Вот то, что мы вначале побринчали. Давайте Ctrl Q, Shift D, чтобы было поудобнее. Я сыграл почти даже ровно. Круто! Только это вот сюда, а вот это вот сюда. Этот мотив будет играть через весь трек, так что вот этот по длиннее звучок, вот этот тоже по длиннее и вот этот по длиннее. Тем самым расставим какие-то акценты даже в этой гениальной музыке. Здесь я подвину вот так вот, теперь жмем Ctrl B, чтобы продублировать еще, и в конце у нас будет ту-ту-ду-ду. Вот эта нотка на G3, вот так, вот так и вот так. Отлично! И в этом треке есть голосовой сэмпл, которого у меня, естественно, нет, и я подберу сейчас что-нибудь максимально похожее. И забавный кек, пока я искал сэмпл для этого бита, я нашел оригинальный сэмпл с трека Mazolin Lil Crystal. А искать, естественно, будем на Лупермане, потому что аркейды нет, не оплатить, сплайсы нет, не оплатить. И кого я обманываю, я бы и так искал на Лупермане. Короче, в поиске мы выбираем категория вокал, и в Keyword я решил добавить тайга, чтобы он сразу был подходящего для нас темпа. Ну и сразу отбрасывая все эти муки поиска, вот этот сэмпл я решил выбрать. Тональность его EM, то есть нам нужно будет его довольно сильно поднять, и темп его 115 BPM. Я закину его во Fruity Slicer. Как-то он автоматически нарезался, меня это абсолютно устраивает. Нам нужно поднять его на 800 центов, чтобы он попал в нашу тональность DO, кстати, про которую я не сказал. И давайте сделаем его еще подлиннее, вот давайте 120%. То есть каждый отдельный слайс немножко растянем. И сыграем на нем что-то вот такое. Так он кликает. Ну чуть-чуть совсем поднимем атаку, ZK поднимем чуть-чуть сильнее. Также его дам Score Login, окей. В целом даже почти что ровненько. Выровняем громкость и сделаем чуть погромче. Да, это не то же самое, но по мне звучит очень даже интересно. Переименуем его сразу в Vox. Теперь нам нужно его клонировать, потому что у нас будет не только высокий Vox, но еще и низкий Vox. Этот мы подняли на 800, да, значит опустить нужно до минус 400, чтобы разница между высоким и низким Vox была 1200 центов. Идеально. Теперь этот переименуем Vox Low. Ну и думаю самое время сказать, что хоть битоз будет минималистичным, но проект получится довольно-таки интересным. И я его выложу, выложу в своем телеграм-канале по ссылочке в описании, как только этот ролик соберет 3000 лайков. Так что если вы хотите поковыряться в проекте или вам уже понравился этот видос, то можете смело поставить лайк и очень скоро вы сможете этот самый проект скачать и самостоятельно в нем поковыряться. Ну и конечно не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, ссылочка в описании. А мы тем временем займемся биточком. Начнем с 808 баса, ему настроим все вот так вот, то есть hold на максимум, все остальное на минимум, и все, потому что он по-моему на ноте C. У нас будет два варианта 808 баса, начнем, как ни странно, с первого. Он будет играть вот по-моему так. Тун-дун-дун, тун-дун, джи, джи-джи-джи, бу-бу-бум. Вот и все. Но это только первый вариант звучания баса, так что давайте Ctrl-C, Ctrl-Wave в соседний паттерн и сделаем второй вариант. Вот это уберем, вот это перенесем вот сюда, это можно продлить. Теперь вот это все переносим вот сюда. Кстати, в начале еще не будет вот этой пробежки. Будет вот так, потом будет вот так и вот так. А вот и второй вариант звучания баса. Так сказать, все гениально и просто. Теперь кик. Почти всегда он звучит вот так. Кроме одного места, где он звучит вот так. Вот и все. Клейпы, как ни странно, у нас будет их два. Вот такой и вот такой, Ctrl-C, Ctrl-V. Второй чуть-чуть приубавим. Хай-хеты. Ну, я думаю, как бы тут комментарии излишни. Только сделаем их чуть-чуть погромче. У них есть свой естественный shift, но тем не менее я хочу добавить еще немножко своего собственного. А open-head чуть-чуть крутанем. А вот я не знаю даже зачем. Hold на максимум, все остальное на минимум. Релиза чуть-чуть оставим, чтобы было маленький-маленький хвостик остался. Ну и давайте shift чуть-чуть, капельку shift. И вот так. Еще у нас будут FX-ики всякие. Но ими займемся чуть позже, когда будем делать структуру. Ну и собственно, где я пропадал? Почему не было долго видосов? А потому что я заканчивал работу над своим новым, 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 большим, огромным видеокурсом по битмекингу в FL Studio 20 от А до Я. Я задумал этот видеокурс таким, чтобы он подошел как начинающим битмекерам, так и уже таким более практикующим. Потому что там есть все. От основ FL Studio, начиная нотной грамотности, как писать бас в тон всегда, заканчивая просто финальным нажатием на кнопочку рендер во всех возможных форматах. Базовая цена видеокурса 4790 рублей, но начиная вот сейчас, потому что это как бы старт его продаж, и следующие 14 дней после выхода этого видео я предлагаю вам приобрести его за 3890 рублей. То есть такая небольшая стартовая скидочка. Чтобы узнать о видеокурсе подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео и в закрепленном комментарии. Так что предлагаю вам прямо сейчас написать мне и заказать видеокурс, пока скидочка еще действует. Ну и начнем обработки. Конечно же, первой пойдет пианинка, и Little Alter Boy на нее идет первым. Линк включаем, пич на минимум. Микс как-то вот так, и слушаем. Поменьше микса. Все это за тем, чтобы пианино звучало пожирнее, потому что мне показалось, что у тейпа что-то там такое. Возможно, есть, а возможно, нет. Следующим идет Pro Q3, в котором я сразу начинаю творить дичь. Во-первых, скромненький, аккуратненький, low-cutting. И вот здесь вот. Вот это да, вот это немножко прибираем. Но при этом поднимаем здесь, чтобы подчеркнуть нижнюю середину. Еще я не хочу полностью убавлять вот эту область, но я хочу немножко ее освободить. Поэтому я правой кнопкой мышки жму, стереоплейсмент, mid. Выбираю, чтобы здесь как бы мы mid-составляющую вырезали в серединке. Но стал вылезать side снизу, так что мы берем вот так вот, переключаемся с mid на side. И как-то, ну тоже, не будем прям cut делать. Будем аккуратненький такой шельфик. Можем чуть-чуть приподнять вот здесь. Почему нет? Даже как-то вот посильнее еще немножко прижмем. После этого можем повесить скетч-кассет 2. Это типа RC-20, только не RC-20. И value поставим, чтобы было чуть-чуть поменьше верха. Мне понравилось здесь, как работает вот этот некий компрессор. Мы его включим и брать сразу на минимум. Amount как-нибудь вот так. И немножко добавим сатурации. После этого ставим сюда Valhalla Delay. Потому что в нем есть классный пресет. Echoes 8-note, 8-note-пинг-понг. То есть он работает не то, чтобы как даблер. Ну что-то, не знаю, красиво, короче, звучит. Я немножко убавлю его. Чтобы он немножко удлинил нам хвостик, но буквально капельку. После этого можно закинуть сюда немножечко Valhalla Vintage Verb. На этот раз Plate, Large Plate. Мне нравится этот пресет. Буквально чуть-чуть пространства. На Vox, наверное, на Vox повесим просто RC-20. Вот как-то Space, сколько-то Space. Включим эквалайзер, отпилим немножко низа. Чуть-чуть то не переместим вправо, чтобы сместить баланс именно в сторону высоких частот, чтобы звук стал поярче. Можем добавить немножко Disco. И, наверное, я включу Air. Все-таки это мой любимый пресет. Вот так, чтобы он не сильно влиял на низкие частоты. И микс немножко убавим. На Vox что-нибудь... Чуть-чуть, чтобы оно как-то куда-то гуляло, но не более того. И расширим 120 градусов. 120 процентов. Теперь давайте все это соберем в групповый канал. Закинем сюда один стерео контрол. Чтобы чуть-чуть дать сейв баса, капельку совсем. И чуть-чуть расширить. Как было? Некрасиво, скучно, неинтересно. Как стало? Красиво, классно, ярко, супер круто. Только вот голос... Да, его надо сократить. Ритм так более ярко выражен получается. Ну и добавим финальный наш инструмент на сегодня. Я возьму его из GMS, а это будет синтетический басец. И нам нужен пресет, пресет, пресет. Вот этот пресет. Пока он нам не очень подходит, сделаем погромче envelope. Чтобы пиночек маленький-маленький был, но совсем маленький. А таки чуть-чуть. И voices убавляем до одного. Играть он будет практически как 808 бас. Окей. Сюда добавляем теперь G-sharp. Теперь это дублируем. Вот так вот. И это поднимаем на G-sharp. И дублируем еще разок. И все. Бас готов. Мы прописали все основные звуки. Теперь давайте перебросим это все в новый паттерн. И раскидаем с помощью Split by Channel. Структура, конечно, у тейпа постоянно куда-то движется. Что-то в ней постоянно меняется. Сначала все начинается вот с этого и с 808 басом. Только не вот с этим, а с тем, который мы перебросили в новый паттерн. Его копируем. Делаем уникальным этот 808 бас. И на него вставляем вот этот наш альтернативный паттерн. И все вот так, хлоп, сокращается. И здесь нам нужен новый паттерн. Потом у нас играет низкий голос с G-ms'ом и с клэпами и хэтами. Но им подыгрывает вот этот звучок. Давайте его подготовим. Сократим так, сократим вот так вот. EQ в минус. Вот на какой-то такой ноте он будет у нас играть. И как-то типа... И вот так же чуть дальше. Сразу накинем на него небольшой реверочек. И немножко расширим его. Стереоделаем. То, что нужно. Потом у нас играет пианино. Но только несколько раз подряд вот этот кусок, который заканчивается на ту-ду-дун. Также играет биток. Делаем вырез в биток. Выделяем наверху. Выделяем вот эти плюм-плюм. И Ctrl-B. Окей. И вот сюда же закинем стомпик. Его убавим. Стереоделей ему крутанем. И чтобы он стал поярче. EQ в минус. Включим клип и дадим буста. Ну вот, чтобы он такой прям хлесткий стал. Вот так нормально. Потом здесь у нас идет вот этот сэмпл. Также его немножко расширим. Окей. И, наверное, его сократим. Вот, да. И немножко опустим его. Давайте на центов 300. Давайте, наверное, отправим его к Waterdrop. Чтобы было небольшой ливерочек. На этом звуке. Далее у нас будет играть пианино. Vox High. Вот этот басец. И, собственно, весь бит. Также ставим сюда стомпик. И также вот этот скретчик сюда ставим. И здесь будет Tape Stop. А здесь берем лезвие. Давайте этот Tape Stop сразу и сделаем. На мастер для этого кидаем вот этот KHZ Tape Stop. Очень простой и очень прикольный плагин. Stop Time я выставлю в районе 600 миллисекунд. Включаю вот эту кнопочку. Жму вот сюда. Правая кнопка мышки. Create Automation Clip. Готово. Теперь он у нас в состоянии Stop. То есть нам вот здесь нужно его. Вот до этой точки он будет Play. Здесь он будет Stop. И где-нибудь вот здесь снова станет Play. Крайние точки поднимаем и слушаем. Не там я включил его. Лучше вот так и вот так вот. Вот так. Да, то, что нужно. Теперь у нас Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta. Пока это уберем в сторону, потому что нам нужно сделать нарезку из вот этого всего. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И окончание будет вот таким. И в конце Ft-Ft-Ft. Да, то, что нужно. Потом у нас идет вот этот наш GMS. И хэты с клэпами. А потом пианино и уникальный паттерн клэпа. Уникальным его делаем. Make Unique. И рисуем в нем вот такое непотребство. Окей, только вот эти звучки потише. И вот этот тоже потише. Ctrl-B, Ctrl-B. Теперь клонируем это все на вторые клэпы. Делаем их потише. И на хэты. Подставляем сюда теперь Open Hэты. Потом будет в конце Ft-Ft-Ft-Ft снова. И, в общем-то, все. Потом все повторяется. Чтобы было поинтереснее, поставим сюда вот этот кусочек. Вот такой бит остался Озон на мастере. Во-первых, в сайде переключаем на сайт. Вот так вот я все-таки приберу. Вот чуть-чуть вот здесь. Потом добавим, наверное, Vintage EQ. Чуть-чуть подрежу 300 Гц. И добавлю теперь Озон Эмайджер. Enhanced Space шикарно здесь звучит. И Maximizer. И, наверное, все-таки чуть-чуть переберу 808-й бас. Вот такой получился биток. Если видео понравилось, если понравился биток, то обязательно ставь лайк прям под этим роликом, прям сейчас, потому что это самый быстрый, самый бесплатный, самый простой способ поддержать меня. Также напоминаю, что у меня вышел новый принципиально новый видеокурс по FL Studio 20 от Адая, который в том числе подойдет и новичкам. Чтобы узнать о нем подробнее и заказать его, напиши мне. Ссылочка на меня прямо в описании под этим видео и в закрепленном комменте. Так что напиши мне прямо сейчас и успей воспользоваться скидкой, которая будет действовать только 14 дней после выхода этого ролика. Ну и, конечно же, подпишись на канал, если ты этого еще не сделал, потому что если это видео понравилось, то другие видео понравятся точно. И на этом уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. Я уже жду вас в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok